Ну и сейчас о сфере общественного питания. Цены на блюда в кафе и ресторанах в среднем выросли на 15%, заявил вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов. Это стало следствием повышения стоимости продуктов, поставляемых рынку, причем как импортных, так и отечественных. Лучше всего чувствовать себя премиальный сектор общепита. Клиенты там всегда найдут деньги, но проблема в том, что часть продуктов, в особенности морепродуктов, некоторых специй и вовсе нет на складах. Ну вот республиканские рестораторы посчитали, что появилась возможность создать серьезную альтернативу западному продуктовому рынку и создать новые сельхозпроизводства, которые будут ориентироваться на сферу хорика. Ну вот, обо всем по порядку. Моя коллега Алина Акчурин. Это вырезка, куриная грудка, голень баранины, форель речная и сметана. Удивительно, но все эти изысканные деликатесы приготовлены из продуктов местного производства. В ресторане «Огонь» рассказали, что они уже практикуют приготовление качественной и вкусной ресторанной еды из фермерской продукции. Ну, сейчас мы переходим на локационные продукты, которые касаются по молочным, по мясным продуктам. Молочные у нас в компании есть сыроварня. Молоко мы берем местное, сыры производим тоже свои. В этом плане нам легче. По поводу мяса сейчас поставщики начали местного производства предлагать наиболее большой ассортимент. И локационно у нас мясо, оно достойно вкуса, органолептики. И в этом плане это радует. Сейчас многие рестораторы на время убирают из меню позиции, себестоимость которых выросла сильнее всего. Так, например, пока гости не смогут заказать блюдо с чилийским лососем из-за его удорожания. Тем временем повара искали новые интересные решения, используя непривычные ингредиенты. Что-то мы добавили, перешли на какие-то наши российские продукты, такие как форель, например. В связи с сложившейся ситуацией некие повышения нам пришлось сделать, потому что поставщики также поднимают цены. Мы вынуждены тоже, дабы получать свою прибыль, повышать цены на наши блюда. Однако рестораторы говорят, цены растут не только на импортные товары, но и на российские. В среднем стоимость продукции от поставщиков выросла на 10-40%. Не исключает владельца заведения общепита и очередного пересмотра цен в ближайшее время. Как будут развиваться события дальше и где тот потолок, до которого может подорожать ресторан и еда, никто не знает. Самое сложное сейчас – это горизонт планирования. Горизонт планирования у нас неделя. Мы не знаем, что будет через неделю, мы не знаем, что будет через две недели, тем более. Мы не можем запланировать ни посещаемость гостей, ни проходимость блюда, ну более или менее. То есть посещаемость гостей снизилась процентов на 40. То есть для нас это достаточно много. Сейчас мы не говорим о том, чтобы заработать, мы говорим о том, чтобы выжить. Даже те рестораны, которые были готовы к санкциям и значительному повышению цены, ощущают на себе все последствия новой экономической реальности и ищут новые пути развития. Сейчас мы понимаем, что запасы начинают заканчиваться, большие проблемы с логистикой, что касается поставок продуктов России. И, соответственно, в связи с этим мы часть меню будем менять. И концепция немножко меняется в целом в меню такового. Федерации рестораторов и ательеров республики говорят, выход из сложной ситуации есть. Уже сегодня предприниматели прорабатывают создание стратегических запасов с использованием потенциала местных фермерских хозяйств. Предприниматели уверены, что в этом отношении у Башкортостана есть огромные возможности. Идея проста. Владельцы ресторанов будут приходить к фермерам с конкретным заказом. А в случае необходимости помогут модернизировать мощности и получить субсидии или кредиты на эти цели. Таким образом фермеры смогут гарантированно получить надежные рынки сбыта, а рестораторы – качественный продукт. Сейчас самое главное первое. Есть потребление достаточно большое в нашей сфере, в нашей индустрии. Мы должны понять, сейчас ищем ДНК продукта, который заложен природой, именно тот код, который продуктовый. Взаимодействие с фермерами поможет нам. У нас есть потребности. Мы идем к фермерам, говорим, что нам нужно, какого нам нужно качества. Предприниматели поддерживают идеи работы с фермерами напрямую. Так, за счет взаимодействий с хозяйствами, уже в обозримом будущем отдельные рестораны и кафе республики будут закупать в четыре раза больше продукции местного производства, говорят эксперты. Сами фермеры считают, что такой формат работы позволит им не только наладить гарантированный сбыт, но и сэкономить на упаковке. Я считаю, что нам очень есть некоторые рестораны, которые на сегодняшний день уже проявляют желание с нами работать. Так как рынок сырья резко сузился, и у фермеров на данный момент появились новые возможности освоить новый рынок. В Республиканской ассоциации кулинаров, отельеров и рестораторов напомнили, что опыт работы напрямую с сельхозтоваропроизводителями уже есть. Люди, заинтересовавшиеся изготовлением определенного продукта, пришли к шеф-поварам, и шеф-повара довели этот продукт своими советами, рекомендациями до того уровня, когда он уже лежит у нас на полках фермерских уголков, с ними работают наши шефы из ресторанов. И это все вышло уже на такую хорошую площадку, при всем том, что мы говорим, что у нас есть монополист Бельбеевский молочный комбинат. Кроме того, на региональном уровне уже прорабатывается обширная база российских поставщиков. Федеральные власти не остались в стороне и продлили меры поддержки общепита до конца 2022 года. Речь идет о кафе и ресторанах, пострадавших от пандемии коронавируса и реализующих подакцизную продукцию. Они смогут и далее рассчитывать на получение финансовой поддержки из местного бюджета. Таким образом, региональные власти смогут продолжить поддерживать предпринимателей за счет региональных и муниципальных бюджетов. Что касается новых субсидий, эксперты говорят, что каждая из них должна быть оправдана и обоснована. Я против того, чтобы город, государство просто давали деньги. Я считаю, что это необоснованный подход, он должен быть более точечным. Любые субсидии должны быть основаны на том, насколько предприятие само выплачивает налоги. Вот предприятие платит налоги, предприятие отдает городу. Вот часть этих денег, которые предприятие дало городу, можно превратить в субсидии и отдать. Это зарплатная субсидия. Может быть, какая-то субсидия на мотивацию импортозамещения. Эксперты считают, что подорожание импортных продуктов и нарушение логистики – это та новая реальность, в которой бизнесу придется жить еще долгое время. Между тем, крупнейшие международные сети быстрого питания, такие как Макдоналдс, проблемы с импортом коснутся в меньшей степени, так как они производят до 95% продукции в России. Кофейни же, стейкхаусы и рестораны высокой кухни зависят от импорта гораздо больше. И справиться с кризисом на рынке и выжить им будет куда сложнее. Алина Акчурина, Рамиль Хайрулин, РБК УФАМ.